Театральный номер Но я не буду сейчас говорить что-то из серии «Почему люди не летают как птицы», а просто еще раз скажу, что сегодня у нас необычный вечер. Мы отмечаем пятилетие журнала, и смотря на то, что никаких выстрелов Авроры и русалок, падающих с Авроры, сегодня не будет, все будет гораздо приличнее. Но мы сегодня подготовили для вас настоящий сюрприз. Пьеса, спектакль с известными именитыми людьми. Ну, это будет все чуть позже, вы сможете оценить наш сюрприз для вас. А пока все-таки не хотелось бы нарушать и другую традицию. «Русский пионер» — это журнал, известный тем, что самые разные люди разных профессий, разных талантов пишут и рассказывают свои истории жизни, читают их. Для вас вы смеетесь, иногда грустите, иногда негодуете, но в любом случае испытываете сильные эмоции. Эту традицию мы тоже решили сегодня продолжить, и я бы с огромным удовольствием хотела бы представить вам нашего первого и очень почетного чтеца. Я бы хотела передать слово легендарному человеку, человеку, который первый раз написал для нашего журнала Галине Борисовне Волчек. Галина Борисовна, спасибо за эту честь. Огромное спасибо и за ваши слова, и за то, что вы здесь. Мне это очень приятно, что это происходит. Души и очень рада. Вот это здесь. Но, спасибо, дорогая, если, может, вы меня простите, поскольку у меня некоторые производственные травмы есть, то за меня прочтет лучше наша актриса молодая Главковского. Где она? Вот, я глава, ты где? Спасибо вам большое. Спасибо. Андрей Колесников Андрей Колесников предложил мне написать колонку в «Русский пионер», в номер, посвященный театру. Наверняка Андрей рассчитывал на веселые истории, которых полно в любом театре, в нашем тоже. Я бы и сама хотела находиться в радостном состоянии, когда отравить байки одно удовольствие. Не получается. О театральном кризисе я слышу столько лет, сколько занимаюсь своей профессией. Разные люди по разным поводам говорили о нем постоянно, обсуждали его на высоких собраниях, посвященных осмыслению всего и вся. О нем то и дело твердили кликуши из околотеатральной общественности. Его возвещали те, кого я называю модельерами от театра. Последние под кризисом театра часто понимали неуправляемость процесса, вернее то, что он управляется не ими. Какие бы они ни навешивали ярлыки, какие бы рекомендации зрителю ни давали, как бы они ни предвещали смерть одному и триумф другому, прогнозы в большинстве своем расходились с результатами. Я никогда не воспринимала все эти высказывания как нечто, способное всерьез повлиять на современник. Сейчас любители прогнозов мечтают похоронить русский репертуарный театр как неактуальное искусство. Их я не боюсь, так как знаю цену их предсказаний. Ровно как и то, что форма организации театра, которую сформулировали основатели МХАТы, лучшее, что есть в мире. Это настоящее достижение русской культуры. Конечно, необходимы реформы. Но только не варварские. Не комиссарские, шашкой на голову все разрушить, а потом из кирпичей строить новое здание. Я верю, что обойдется без катастрофы. Хватит мудрости у одних и силы убеждения у других, чтобы сохранить то, что создавалось десятилетиями. Знаю, что каждый из вас будет защищать эту идею до последнего, со всей страстью, которой у одаренных артистов всегда в избытке. По-настоящему меня страшит другое. Я с огромной тревогой наблюдаю, что время делает с театром. И с нашим, и, уверена, с большинством остальных тоже. Мы сильны, надеюсь, об этом можно говорить в настоящем времени, своей общностью. Так было в современнике всегда. И когда репетировали по ночам, еще только мечтая о своем театре. И когда в 70-е все трупы отказались ехать на гастроли в Швецию, потому что четверых наших товарищей объявили невыездными. И сейчас, когда объединяемся в горе и радости. Сегодня слово «мы» не модно. Торжествует другое. Я. Эгоизм. Служение себе любимому. Многим заменили религию. Трудно винить в этом кого-то конкретно. Человек слаб, а ему предлагаются легчайшие формы достижения успеха. Не важно, что ты собой представляешь. Не важно, что ты сделал. Главное, чего бы это ни стоило, быть знаменитым. Из всех рупоров вопят. Из всех щелей шепчут. Существуешь только ты. Думай о себе. Надо переступить – переступи. Обмануть – обмани. Предать – предай. Сопротивляться этому трудно. Тем, кто слаб духом, невозможно. Модным или актуальным хочется быть каждому. Это уже привело наше общество к страшным результатам. Может привести к трагедии. К сожалению, изменит окружающий мир не в наших силах. Но все вместе мы можем другое. Сохранить наше общее дело. Не позволив разрушить его изнутри. Понятие «я» стало все чаще и чаще даже в театре главенствовать над понятием «мы». Это не чьи-то осознанные действия, не чья-то провокация, не чья-то злая воля. Вы все хорошие артисты, художники, а значит не можете не слышать того, что происходит вокруг, не реагировать на это. Только делать это можно по-разному. Плыть по течению или, отдавая себе отчет в происходящем, вокруг сопротивляться, настаивая на своем. Второе, как вы прекрасно знаете, для художника гораздо более выгодная позиция. К ней я вас и призываю. Ведь сохранение театра, этого нашего «мы» важно и для каждого из наших «я». Вижу как то, что кому-то кажется мелочью, может вот-вот начать разрушать театр. Как в течение последних лет меняется отношение артиста к общему делу. И уже не под текущий репертуар и репетиционный график назначаются съемки, а наоборот. Насколько разрушительно для общего дела эта попытка диктовать театру, обусловленная сторонней работой артистов. Может ли сложиться подлинный ансамбль, если один диктует свою волю другим. Пока в этом смысле я не могу ни в кого из вас кинуть камень. Но если сегодня не остановиться, очень скоро все станет возможно. Предельно внимательное и трепетное отношение к собственному «я» порождает и другую крайне опасную тенденцию. Неверие и даже нежелание верить в того, кто рядом. Если коллега в чем-то не соответствует вашим представлениям о том, каким ему следует быть и как действовать в той или иной ситуации. С легкостью необыкновенной реализуется право быть свободным от обязательств перед театром. Соглашаться или не соглашаться с назначением на роль. Самому себя освобождать от репетиции. Надолго. Вы знаете, не хуже меня, что легкий успех кончается забвением. Я уверена, что наш театр справится и с этим испытанием. Верю в стойкость современника, в наше общее мы, в каждого из нас. Галина Борисовна Волчек. Продолжение следует... Продолжение следует...